Уважаемые коллеги! В 15.30 по воскресеньям курс «Лечебное питание. Природа для восстановления здоровья». Научный руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. В 16.00 курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. В 16.30 курс «По кардиологии». Учитает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопрос электрон». В 17.00 курс «Актуальные вопросы от ариноларингологии». Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. В 17.30 курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Андрей Леонидович Собакин и доцент Дементьев Александр Анатольевич. В 18.00 курс «Нефрология». Научный руководитель Мальцер Станислав Викторович. В 18.30 объединенный курс «Нефрология для медиаторов». Читает Валерий Петрович Зыков и курс «Рефлексотерапия». Читает Тян Виктория Николаевна. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. Знания всегда просто и удобно. В 19.00 курс «По общей врачебной практике». Читает Стримохов Анатолий Анатольевич. В 19.30 курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. В 20.00 по воскресенью. Курс «Живые легенды». Уникальное интервью с «Рефеями медицины». Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера «Ассоциации педиатров» на сайте www.edodefispediatrics.com. Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru До встречи, выходные! Ассоциация «Сирано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующие вас мероприятия и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Сирано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Сирано»? «Сирано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш «Сирано». Уважаемые коллеги, тема нашей сегодняшней лекции – рак мочевого пузыря. Рак мочевого пузыря – тяжелое в ряде случаев инвалидизирующее заболевание, для которого не разработана система активного выявления, требующая тщательной дифференциальной диагностики, имеющая большую склонность к рецидивированию и прогрессированию. Рак мочевого пузыря – наиболее часто встречаемая злокачественная опухоль мочевыводящих путей и по распространенности занимает 7 место в структуре онкопатологии у мужчин и 17 место у женщин. В структуре онкологической заболеваемости населения России рак мочевого пузыря занимает 9 место среди мужчин и 16 среди женщин. Прирост заболеваемости для обоих полов за последние 10 лет составил 28,3%. Стандартизованный показатель смертности для мужчин и женщин составил 4,7% и 0,5% соответственно. По возрастному составу преобладают пациенты старше 60 лет, в России они составляют 78,4%. Средний возраст заболевших в России мужчин 66,6 года, женщин 69,6. Перейдем к этиологии патогенеза. Рак мочевого пузыря – полиэтиологическое заболевание. Значительное число случаев рака мочевого пузыря связано с влиянием канцерогенных веществ, выделяемых с мочой – науротелий. Одним из самых значимых факторов риска рака мочевого пузыря является курение. Табачный дым содержит ароматические амины и полициклические ароматические углеводороды, которые выводятся почками. Вероятность развития рака мочевого пузыря у курящих мужчин выше на 50-60%, а у женщин на 20-30% по сравнению с некурящими. Имеется прямая связь между риском развития заболевания, количеством выкуриваемых сигарет, длительностью курения, видом табачной продукции. Результаты метаанализа 216 клинических наблюдений продемонстрировали достоверную взаимосвязь для тех, кто курил ранее, и тех, кто продолжает курить. Продолжительность воздержания после прекращения курения пропорционально сокращает риск развития заболевания. В случае немедленного отказа риск возникновения рака мочевого пузыря в течение первых 4 лет снижался на 40% и на 60% в течение 25 лет. Профессиональные бытовые вредности. Установлено, что у рабочих, красильных и резиновых предприятий смертность от рака мочевого пузыря в 30 раз выше, чем в популяции. Большинство канцерогенов – ароматические амины и их производные. В настоящее время установлено около 40 потенциально опасных производств. Это красильные, резиновые, каучуковые, нефтяные, алюминиевые, текстильные, с использованием смол-пластмасс и т.д. Имеются данные о повышенном риске развития рака мочевого пузыря среди водителя автотранспорта. У водителей грузовиков относительный риск заболевания повышен в 1,17 раза. У водителей автобусов – в 1,33. Отмечено повышение риска развития заболевания при потреблении воды с высоким содержанием мышьяка – Чили, Аргентина, Тайвань, а также побочными продуктами хлорирования, полученными при взаимодействии хлора с органическими веществами, содержащимися в воде, которые могут быть канцерогенами. Риск развития заболевания при потреблении хлорированной воды у мужчин возрастает в 1,8 раза, а у женщин – в 1,6 раза. Необходимо отметить, что нет убедительных данных о достоверном влиянии различных продуктов питания на риск развития рака мочевого пузыря. Влияние лекарственных веществ На возникновение рака мочевого пузыря способны влиять следующие лекарственные вещества. Это анальгетики, содержащие феноцитин. Было произведено несколько исследований, результаты которых доказали увеличение в 2,6,5 раза риска развития рака мочевого пузыря при их постоянном применении. В настоящее время данные анальгетики препарата, содержащие его, изъяты из обращения на территории Российской Федерации во многих других странах. Циклофосфамид – алкалоидное средство, применяющееся для лечения злокачественных опухолей. Результаты проведенных международных исследований продемонстрировали увеличение риска развития рака мочевого пузыря более чем в 4,5 раза при применении пиоглитозона – гипогликемического синтетического средства, используемого в лечении инсулино-независимого сахарного диабета. Также не применяется в ряде стран по причине данных о риске возникновения рака мочевого пузыря уже в течение первого года. Радиация увеличивает риск развития рака мочевого пузыря у пациентов, перенесших облучение области таза по поводу рака цервикального канала, яичников, предстательной железы в 1,5,4 раза и пропорционально величине дозы облучения. Наибольший риск развития заболевания выявлен у пациентов, перенесших облучение 5-10 лет назад, у которых развивается высокодифференцированный инвазивный рак. Отмечено, что использование современных подходов может улучшить эти показатели. Шестоматоз. Эндемичные районы – это Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Северная Африка. Среди заболевших с шестоматозом рак мочевого пузыря развивается чаще, чем в популяции. У мужчин риск развития заболевания повышается в 3,9 раза, у женщин – в 5,7 раз. Характерное развитие плоскоклеточного рака. Хронический цистит. Риск развития рака мочевого пузыря повышается у пациентов с хроническим циститом, с камнями мочевого пузыря, явлениями урастаза. Для пациентов с длительно стоящими в мочевом пузыре катетерами характерно повышение риска развития аденокарцинома мочевого пузыря. Особенности кодирования заболевания. По международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ-10, рак мочевого пузыря имеет код С67 – злокачественное образование мочевого пузыря. На данном слайде представлена классификация по МКБ-О. Это переходно-клеточный рак, переходно-клеточный рак, переходно-клеточный рак веретеноклеточный, саркомоподобный, папиллярное переходно-клеточное новообразование с низким потенциалом злокачественности, папиллярный переходно-клеточный рак неинвазивный, папиллярный переходно-клеточный рак, переходно-клеточный рак микропопиллярный. На данном слайде представлена классификация по ТНМ 8 издания. На данном слайде представлена классификация по ТНМ 8 издания. Категории ПТ, ПН и ПМ соответствуют категориям ТНМ. Гистологическая классификация. Существует классификация ВОЗ 1973 года, согласно которой различают G1 – высокодифференцированная опухоль, G2 – умеренно дифференцированная опухоль, G3 – низкодифференцированная опухоль. Классификация 2004 года. Папиллярные новообразования. Папиллярная опухоль Уротелия с низким злокачественным потенциалом, ПАНЛМП. Папиллярная уротелеальная карцинома низкой степени злокачественности. Папиллярная уротелеальная карцинома высокой степени злокачественности. ПАНЛМП, образование, у которого нет цитологических признаков малигнизации, а нормальные клетки Уротелия объединяются в папиллярные структуры. Хотя эти опухоли обладают незначительным риском прогрессирования, они не являются абсолютно доброкачественными и имеют тенденцию к рецидивированию. Умеренная степень дифференцировки G2, которая была предметом дискуссии в классификации ВОЗ с 1973 года, была удалена. Опубликованные данные систематического обзора и мета-анализа достоверно не подтвердили, что классификация 2004 года превосходит классификацию 1973 года в прогнозировании рецидивов и прогрессирования. До тех пор, пока прогностическая ценность классификации 2004 года не будет подтверждена достаточным количеством проспективных исследований, следует пользоваться обеими классификациями. Классификация ВОЗ 2004 года – плоские новообразования. Уротелиальная пролиферация неопределенного злокачественного потенциала, плоское новообразование без АТП или папиллярных элементов, реактивная АТП, плоское новообразование с АТП, АТП неясного генеза, дисплазия уротелия, уротелиальная карцинома ин-ситу. Карцинома ин-ситу – плоская неинвазивная опухоль уротелия высокой степени злокачественности, характеризующаяся своей мультифокальностью с различными локализациями – мочевой пузырь, верхние мочевые пути, протоки предстательной железы, уретра. При цистоскопии часто выглядит как участок воспаления. В случае однозначной оценки необходима биопсия. Без лечения более чем у половины пациентов с карциномой ин-ситу отмечается прогрессирование, мышечно-инвазивный рак, либо метастазирование. Выделяют следующие клинические типы карциномы ин-ситу. Первичная – изолированная карцинома ин-ситу без предшествующей папиллярной опухоли или предшествующая карцинома ин-ситу. Вторичная карцинома ин-ситу, выявленная при динамическом наблюдении по поводу предшествующей папиллярной опухоли без карциномы ин-ситу. И конкурирующая – карцинома ин-ситу, выявленная на фоне другой опухоли. При оценке наличия или отсутствия карциномы ин-ситу в исследовом материале существует значительная вариабельность среди врачей-патологоанатомов от 20 до 30%. Уровень доказательности – 2. Следует учитывать наличие лимфовоскулярной инвазии после тур. Данная ситуация характеризуется высоким риском прогрессирования уровень доказательности – 3. Некоторые гистологические варианты уротелиальной карциномы – микропапиллярный, плазматический, саркоматоидный – наблюдается редко, 5-7% случаев, но обладает худшим прогнозом, чем классическая уротелиальная карцинома. Уровень доказательности – 3. Критериями установления диагноза служат данные анамнеза, данные физикального обследования, данные лабораторных исследований, а также данные инструментального обследования и морфологического. Лабораторные диагностические исследования. Рекомендуется выполнять цитологическое исследование мочи, исследование мочи для выявления клеток опухоли или промывных вод из полости мочевого пузыря перед выполнением трансуратуральной резекции для верификации диагноза. Уровень убедительности рекомендации – 2. Уровень достоверности доказательств – 2. Рекомендуется всем пациентам проводить патологоанатомическое исследование биопсийного операционного материала, полученного с помощью трансуратуральной резекции, для верификации диагноза. Уровень убедительности – C. Уровень достоверности доказательств – 5. Инструментальные диагностические исследования. Цистоскопия. Диагностика популярных форм рака мочевого пузыря напрямую зависит от цитологического исследования и гистологического заключения на основании щепковой биопсии или трансуратуральной биопсии. В случае подозрения на карциному инситу обязательным является также цитологическое исследование и выполнение множественной рандомной биопсии стенок мочевого пузыря. Рекомендуется проведение цистоскопии – стандартной или флуоресцентной фотодинамической. Всем пациентам при подозрении на рак мочевого пузыря для верификации диагноза. Уровень убедительности рекомендации – A. Уровень достоверности доказательств – 1. Цистоскопия может быть проведена как амбулаторная процедура. С помощью гибкого цистоскопа с трансуратуральным введением местного анестетика достигается лучшая переносимость, особенно у мужчин. Для предупреждения пропуска опухоли должен быть выполнен тщательный осмотр всего эпителия выстилающего мочевого пузыря. Если опухоль мочевого пузыря обнаружена при ранее выполненных визуальных методах исследования, диагностическую цистоскопию можно не выполнять, так как всем пациентам будет проведена трансуратуральная резекция. Рекомендуется использовать схему строения мочевого пузыря. При выполнении диагностической уретроцистоскопии и выявлении новообразования рекомендована биопсия либо выполнение турбиопсии. Диагностическая цистоскопия не должна заменять цитологическое исследование или какое-либо другое неинвазивное исследование. При цистоскопии рекомендовано описать все макроскопические характеристики опухоли – локализацию, размер, количество, внешний вид, характер роста, экзофитный и эндофитный смешанный, патологические участки слизистой оболочки, слизистую оболочку мочеиспускательного канала. Использование флуоресцентной цистоскопии позволяет более точно проводить исследования и более четко определять границы измененных участков, особенно при карциноме инситу, уровень доказательности 1. Фотодинамическая цистоскопия проводится в фиолетовом свете после внутрипузырной экспозиции фотосенсибилизатора – аминоливолиновая кислота. Чувствительность метода составляет 80-96%, специфичность 65-70%. Такие факторы, как воспалительный процесс, трансуртральная резекция, проведенная в ближайшие 3 месяца, БЦЖ-терапия, снижают качество метода, увеличивая ложноположительные результаты. Рядом исследований было подтверждено, что в опытных руках частота ложноположительных ответов при фотодинамической цистоскопии была сопоставима с результатами цистоскопии в белом свете. Узкоспектральная визуализация является альтернативным вариантом, по-другому еще называется NBI, не требующая введения сенсибилизаторов. Благодаря специальным фильтрам увеличивается контрастность между неизмененной слизистой и гиперваскулярной опухолевой тканью. Когортные перспективные исследования продемонстрировали преимущество данного метода при выявлении рецидивов, а также более прецензуозное выполнение на его фоне трансуретральной резекции. Однако рандомизированные исследования не показали достоверной разницы при выявлении рецидивов, а также преимуществ данного метода при оценке прогрессирования и смертности. При визуализации подозрительных участков в случае положительной цитологии, а также при динамическом контроле, особенно если в анамнезе были трансуретральная резекция по поводу карциномы INSITU или T1G3, во всех этих случаях показана биопсия как отдельных участков, так и всех стенок мочевого пузыря. Рекомендуется пациентам случайная множественная биопсия для оценки распространения опухолевого процесса при T1G3 карциномии INSITU и выполняется из следующих участков мочевого пузыря. Треугольник льито, верхушка мочевого пузыря, правая, левая, передняя и задняя стенки мочевого пузыря, а простатический отдел уретры. Уровень убедительности рекомендации С, уровень достоверности доказательств 4. Биопсия простатического отдела уретры особенно целесообразна в случаях, когда имеется карцинома INSITU, локализованная в области треугольника или детрузера. Представленные по Луи с авторами результаты продемонстрировали, что у пациентов с T1G3 и частота обнаружения сопутствующей карциномы INSITU в простатической части уретры составила 11,7%. Турбиопсия является наиболее информативным вариантом биопсии. Пациенту проводится трансферутральное удаление части опухоли мочевого пузыря с подлежащим мышечным слоем и последующей оценкой глубины инвазии. Также при турбиопсии можно точно оценить первичную опухоль, а именно ее вертикальные и горизонтальные размеры, используя при этом резекционную петлю, ширина которой составляет, как известно, 1 см. Ультразвуковая диагностика. Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря пациентам с гематурием является обязательной в качестве первичной диагностики. Ультразвуковое исследование проводят трансабдоминально, трансректально у женщин, трансвагинально при наполненном мочевом пузыре. Немообходимо выполнять также ультразвуковое исследование печени при распространенном процессе. Информативность метода резко снижается при опухолях размером менее 5 мм. По информативности метод уступает компьютерной томографии с контрастным усилением. Ультразвуковое исследование дает возможность оценить расположение, размеры, структуру, характер роста, распространенность опухоли, измерить емкость мочевого пузыря, оценить деформацию стенок. Во время проведения исследования также возможно визуализировать зоны регионального метастазирования, верхние мочеводящие пути, наличие или отсутствие гидронефроза. Уровень убедительности рекомендации С, уровень достоверности доказательств 5. Магнитно-резонансная томография рекомендуется в качестве первичной диагностики всем пациентам с подозрением на рак мочевого пузыря. Уровень убедительности рекомендации В, уровень достоверности доказательств 1. Магнитно-резонансная томография имеет более контрастное изображение органов малого таза по сравнению с компьютерной томографией. Обладает высокой чувствительностью и специфичностью около 90%. Особенно высокие показатели зарегистрированы на приборах с напряженностью поля в 3 Тесла. При четком соблюдении всех правил выполнения магнитно-резонансной томографии возможна достаточно точная оценка глубины инвазии. Наиболее значимые результаты отмечены при сопоставлении стадий Т1 и Т2. Оба метода могут быть использованы при оценке лимфатических узлов висцеральных и костных очагов. Проведение магнитно-резонансной томографии головного мозга целесообразно только при наличии неврологической симптоматики. Компьютерная и позитронно-эмиссионная томография рекомендуется в качестве первичной и уточняющей диагностики всем пациентам с подозрением на рак мочевого пузыря. Рак мочевого пузыря необходимо дифференцировать со следующими заболеваниями. Воспалительные заболевания мочевыводящих путей, нефрогенная метаплазия, аномалии развития мочеводелительного тракта, плоскоклеточная метаплазия уротелия, доброкачественные эпителиальные образования мочевого пузыря, туберкулезом, сифилисом, эндометриозом, хроническим циститом, а также метастазирование в мочевую пузырь меланомы, рака желудка и других опухолей. Рак мочевого пузыря Рак мочевого пузыря рекомендуется начинать с трансуретральной резекции мочевого пузыря, за исключением пациентов с тотальным поражением мочевого пузыря. Таким пациентам показана цистектомия. Уровень убедительности рекомендации С, уровень достоверности доказательств 5. При трансуретральной резекции мочевого пузыря удаляют все видимые опухоли, отдельно удаляют экзофитный компонент и основание опухоли. Это необходимо для правильного установления стадии заболевания, ПТ, так как в зависимости от полученных результатов вырабатывают дальнейшую тактику лечения пациентов. Проведение трансуретральной резекции мочевого пузыря с последующим патоморфологическим исследованием – это главный этап в лечении немощно-инвазивного рака мочевого пузыря. Целью лечения в данном случае является удаление существующей опухоли с профилактикой рецидива заболевания и предвозвращением развития инфильтративной опухоли. Наиболее распространенными осложнениями трансуретральной резекции являются кровотечение, интраоперационные и послеоперационные, иногда требующие открытого хирургического вмешательства, перфорация стенки мочевого пузыря, внутрибрюшинная перфорация требует лапаротомии, дренирования брюшной полости, ушивания дефекта стенки мочевого пузыря. Рекомендуется выполнять повторную трансуретральную резекцию Second Look для верификации диагноза в следующих случаях. После неполной первоначальной трансуретральной резекции для исключения опухолей TAG1 и первичного рака мочевого пузыря, если после первоначальной резекции в образце не было мышечной ткани. Во всех случаях опухолей TAG1, при всех опухолях G3 за исключением первичного рака мочевого пузыря. Уровень убедительности рекомендации C, уровень достоверности доказательств 4. Проведение повторной трансуретральной резекции является обязательной манипуляцией у пациентов группы высокого риска. Исследования демонстрируют достоверные различия в безрецидивной выживаемости и выживаемости без прогрессии. Повторная трансуретральная резекция выполняется в сроке 2-6 недель после первичной процедуры. При некоторых экзофитных опухолях возможна резекция N-блок с использованием моно- и биполярного тока, а также современных методов использованием тульевого и гольмевого лазера. Такая методика обеспечивает высокое качество морфологического материала с наличием мышечного слоя в 96-100% случаев. Пациентам группы низкого риска после выполнения трансуретральной резекции и однократной инстилляции химиопрепарата рекомендуется проведение цистоскопии с целью динамического наблюдения. Пациентам группы промежуточного риска после выполнения трансуретральной резекции и однократной инстилляции химиопрепарата рекомендуется проведение адъювантной внутрипузырной БЦЖ терапии или химиотерапии с целью снижения риска рецидивов. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 2. Необходимо отметить, что группа низкого риска – это уровень инвазии ПТА, дифференцировка G1, единичная опухоль менее 3 см. Отсутствие карциному инситу. Риск рецидива и прогрессирования опухоли в данной группе за 5 лет составляет 37,1%, соответственно. Смерть за 10 лет – 4,3%. Вне зависимости от группы риска всем пациентам показано немедленное в течение 6 часов после тур однократная внутрипузырная инстилляция химиопрепарата. К пациентам группы промежуточного риска относятся все пациенты, не вошедшие в группу низкого и высокого риска рецидива и прогрессирования опухоли за 5 лет до 65,8%, соответственно. Смертность за 10 лет – 12,8%. Всем пациентам группы высокого риска рекомендуется назначение адъювантной терапии. Предпочтение стоит отдавать БЦЖ терапии с поддерживающим режимом. Уровень убедительности рекомендации С, уровень достоверности доказательств 2. Группа высокого риска – это пациенты с уровнем инвазии ПТ1, дифференцировка G3. Множественные и рецидивные опухоли – карцинома инситу, а также большие опухоли – более 3 см. ПТА-Ж1-2 при возникновении рецидива в течение 6 месяцев после операции. В группе высочайшего риска после трансрутуральной резекции пациентам рекомендуется отсроченная радикальная цистектомия. Уровень убедительности рекомендации С, уровень достоверности доказательств 3. Карцинома инситу. Рекомендуется проведение иммунотерапии вакцины для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ всем пациентам с самостоятельной или сопутствующей карциномой инситу. Проведение БЦЖ терапии является важным прогностическим фактором и позволяет снизить риск прогрессирования с 66 до 20%. Уровень убедительности рекомендации С, уровень достоверности доказательств 4. В случае неадекватного лечения более 50% пациентов с ранее выявленной карциномой инситу прогрессируют в мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря. Считается, что сочетание ПТ1-Ж2-3 и карциномой инситу имеет более худший прогноз по сравнению с первичной или распространенной карциномой инситу и карциномой инситу простатического отдела уретры. Радикальная цистектомия при немышечно-инвазивном раке. Причинами для проведения максимально радикального лечения являются несоответствие при постановке диагноза ПТ1 после трансуртеральной резерции и последующей цистектомией. И составляет от 27 до 51%. Худший прогноз наблюдается у пациентов, прогрессирующих до мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря по сравнению с первичным мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. Существуют два условия проведения радикальной цистектомии у пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. Это срочно-незамедлительное, сразу после установления диагноза рака мочевого пузыря без инвазии в мышечный слой. И раннее, после неэффективной БЦЖ-терапии. Ретроспективно показано, что пациентам с раком мочевого пузыря высокого риска развития рецидива лучше провести раннюю, чем отсрочную цистектомию при выявлении рецидива опухоли. После первоначального лечения с использованием трансуртеральной резекции и БЦЖ-терапии. Тем самым улучшая результаты выживаемости. Радикальная цистектомия рекомендуется к выполнению в качестве метода лечения немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря пациентов с наиболее неблагоприятным прогнозом для достижения ремиссии. Радикальная цистектомия рекомендуется пациентам с БЦЖ-рефрактерными опухолями для достижения ремиссии. Уровень убедительности рекомендации ЦЕОР, уровень достоверности доказательств 4. Хирургическое лечение при мышечно-инвазивном раке. Радикальная цистектомия является стандартным методом лечения локализованного мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Современное состояние проблемы все чаще требует более индивидуального подхода в лечении инвазивных и распространенных форм рака мочевого пузыря. Оценка качества жизни, работоспособности, ожидаемой продолжительности жизни, общего состояния пациента на момент операции – все это формирует новые тенденции в терапии, такие как комбинированные варианты химио-лучевого лечения и органосохраняющие операции. Время от момента постановки диагноза до момента проведения операции точно не установлено, однако имеются данные, что выживаемость выше в группе пациентам, которым выполнили радикальную операцию в течение 90 дней. Уровень доказательности 2. Радикальная цистектомия рекомендуется пациентам группы высокого риска рака мочевого пузыря при Т2,4А, Н0,М0 для достижения ремиссии. Уровень доказательности, убедительности рекомендации 4, уровень достоверности доказательности 4. Показатели смертности ниже в центрах с большим опытом выполнения радикальной цистектомии. Общая пятилетняя выживаемость после цистектомии составляет в среднем 40-60%. При ПТ1 75-83%, при ПТ2 63-70%, при Т3А 47-53%, П3Б 31-33% и ПТ4 19-28%. Рекомендуется выполнение радикальной цистектомии пациентам, резистентным к химио-лучевому лечению при наличии свища, пациентам с тазовой болью, а также при рецидивирующей гематурии в качестве палеотивной помощи. Уровень убедительности рекомендации С, уровень достоверности доказательств 4. Общее количество осложнений цистектомии составляет 9,7-30%. Частота гнойно-септических осложнений достигает 0,28-30%. Летальность после операции 1,2-5,1%. Интраоперационные осложнения достигают 5,3-9,7%. При радикальной цистектомии рекомендуется удаление регионарных лимфатических узлов в ходе выполнения радикальной цистектомии. Кроме того, выполнение расширенной лимфоаденоктомии улучшает показатели выживаемости послорадикальной цистектомии по сравнению со стандартной методикой. Уровень убедительности рекомендации В, уровень достоверности доказательств 3. При выполнении радикальной цистектомии не рекомендуется удаление уретры, которая может служить в дальнейшем для отведения мочи. Уровень убедительности рекомендации В, уровень достоверности доказательств 5. К наиболее распространенным послеоперационным осложнениям радикальной цистектомии относятся лимфорея от 0 до 3%, кишечная непроходимость 1,5%, желудочно-кишечное кровотечение 1,5%, поздние послеоперационные осложнения в виде эректильной дисфункции в 30-85% случаев, лимфоцели 0,1-2,6%. Грыжи передней стенки 1,5% случаев. У мужчин объем радикальной цистектомии включает удаление единым блоком мочевого пузыря с участком висцеральной брюшины и паравизикальной клетчаткой, предстательной железой и семенными пузырьками, тазовую подвздошно-оптураторную лимфоаденоктомию. При опухолевом поражении простатической части урет рекомендовано выполнение уретректомии, а также у мужчин возможно проведение нервосберегающей операции с сохранением кавернозных сосудисто-нервных пучков с целью профилактики развития эректильной дисфункции. У женщин рекомендованный объем радикальной цистектомии включает переднюю экзонтерацию таза и двустороннюю тазовую лимфоаденоктомию, удаление мочевого пузыря с участком висцеральной брюшиной и паравизикальной клетчаткой, а также удаление матки с придатками и резекцию передней стенки влагалища. Использование лапароскопической техники достаточно давно внедрено в практику и имеет большое количество публикаций, посвященных этой проблеме. Эра роботоассистированных операций самая молодая среди всех существующих, однако число печатных работ по этой технологии конкурирует с таковыми по лапароскопии. Стоит отметить, что большинство представленных данных имеет низкий уровень доказательности – 4. По-видимому, это обусловлено некорректной стратификацией пациентов. Лапароскопическая и роботоассистированная техника могут применяться для лечения как немощно-инвазивного, так и мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Варианты деривации мочи. Радикальная цистектомия включает два непрерывных этапа – удаление мочевого пузыря с лимфодисекцией и реконструктивно-пластический компонент. Вторым непрерывным этапом является выбор способа деривации мочи. Возраст более 80 лет является противопоказанием к формированию резервуара. Необходимо ответить, что тип отведения мочи не оказывает влияния на онкологические результаты. Не рекомендуется проведение лучевой терапии до оперативного вмешательства при выборе метода лечения с отведением мочи. Различают следующие виды деривации мочи. Наружное отведение мочи – уретерокутанеостомия, кишечная пластика с формированием сухих и влажных стом, создание мочевых резервуаров, обеспечивающих возможность самостоятельного контролирования мочевой спускания орта и гетеротопическая пластика мочевого пузыря, отведение мочи в непрерывный кишечник – уретеросигмостомия. При выборе способа деривации мочи рекомендуется подбирать метод, обеспечивающий пациенту высокий уровень качества жизни и наименьшее количество послеоперационных осложнений, уровень убедительности рекомендации – С, уровень достоверности доказательств – 4. Перейдем к консервативному лечению. Иммунотерапия. Рекомендуется проведение внутрипузырной БЦЖ-терапии с использованием полной дозы в течение 1-3 лет пациентов с немощно-инвазивным раком мочевого пузыря, групп промежуточного и высокого риска развития рецидива и прогрессирования для достижения ремиссии, уровень убедительности рекомендаций – А, уровень достоверности доказательств – 2. Пациентов с опухолью в простатической части уретры рекомендуется выполнение интерсуртральной резекции простаты с последующими внутрипузырными инстилляциями вакциной для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ с целью снижения частоты рецидивов. Уровень убедительности – С, уровень достоверности доказательств – 4. Рекомендуется с осторожностью проводить внутрипузырную БЦЖ-терапию пациентам для минимизации осложнений вследствие большого количества побочных эффектов. По сравнению с внутрипузырной химиотерапией, БЦЖ-терапия относительно противопоказана у иммунокомпрометированных пациентов на фоне иммуносупрессии и ВИЧ-инфекции. Уровень убедительности рекомендаций – С, уровень достоверности доказательств – 5. Наличие лейкоцитурии или асимптоматической бактерии урии не является противопоказанием для проведения БЦЖ-терапии. В этих случаях нет необходимости в проведении антибиотикопрофилактики. Системные осложнения могут развиться после системной абсорбции лекарственного препарата. Таким образом, следует учитывать противопоказания к внутрипузырной инстилляции. На данном слайде представлены возможные схемы химиотерапии и иммунотерапии, применяемые при инвазивном и метастатическом раке мочевого пузыря. Согласно данным клинических рекомендаций 2020 года, они включают в себя большое количество препаратов, длительность, повторение циклов осуществляется каждые 4, 3 или 2 недели, соответственно, в зависимости от выбранной схемы лечения. Иммуно-онкологические препараты Атезолизумаб 840 мг в виде внутривенной инфузии каждые 2 недели или 1200 мг в виде внутривенной инфузии каждые 3 недели или 1680 мг в виде внутривенной инфузии каждые 4 недели. Первую дозу необходимо выводить в течение 60 минут. При хорошей переносимости первой инфузии все последующие введения можно проводить в течение 30 минут. Пембролизумаб 200 мг в виде внутривенной инфузии в течение 30 минут каждые 3 недели. Ниволумаб 3 мг на 1 кг или 240 мг в виде внутривенной инфузии каждые 2 недели либо 480 мг в виде внутривенной инфузии каждые 4 недели. Первое введение должно быть осуществлено в течение 60 минут, при хорошей переносимости все последующие на протяжении 30 минут. Оценка эффективности проводимой химио- или иммунотерапии проводится на основании критериев ответа солидных опухолей на лечение. Внутрипузырная химиотерапия Однократное, немедленное, в первые 6 часов после трансуратуральной резекции внутрипузырной инстилляции химиопрепарата рекомендуется всем пациентам вне зависимости от группы риска для снижения частоты развития рецидивов, уровень убедительности рекомендации А, уровень достоверности доказательств 2. Ранее после операционной инстилляции не проводится в случаях явной или предполагаемой перфорации стенки мочевого пузыря, а также при гематурии, когда требуется промывание полости мочевого пузыря. В данном случае среднему медицинскому персоналу необходимо давать четкие инструкции по контролю свободного оттока жидкости по мочевому катетеру. Необходимость проведения адюватной внутрипузырной терапии зависит от прогноза рецидива заболевания. Рекомендуется проводить внутрипузырную инстилляцию метамедицином всем пациентам в течение одного часа для минимизации побочных эффектов, уровень убедительности рекомендации С, уровень достоверности доказательств 2. У пациентов групп промежуточного и высокого риска после немедленной однократной инстилляции рекомендовано продолжить проведение терапии вакцины для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ в течение одного-трех лет с использованием полной дозы препарата. Остается спорным вопрос о продолжительности и частоте инстилляции химиопрепаратов. Схемы проведения внутрипузырной химиотерапии. Метамедицин 40 мг в 40 мл физиологического раствора хлорида натрия. Первая инстилляция в течение 6 часов после выполнения трансуретральной резекции. Далее еженедельно 6-8 инстилляций, поддерживающие курс ежемесячно в течение одного года. Экспозиция 1-2 часа. Внутрипузырная химиотерапия не проводится на протяжении более чем одного года всем пациентам немощно-инвазивным раком мочевого пузыря, вне зависимости от групп риска. Несколько слов о лучевой терапии. Воздействию лучевой терапии подлежат пациенты с переходноклеточными и плоскоклеточными опухолями. Не показано проведение лучевой терапии при немощно-инвазивном раке мочевого пузыря. Лучевую терапию по радикальной программе применяют при тотальном поражении стенок мочевого пузыря. При немышечно-инвазивном раке мочевого пузыря дистанционную лучевую терапию применяют с органосохраняющей целью при быстро рецидивирующих или обширных опухолях, при которых невозможна трансуретральная резекция при высоком риске прогрессии. Описаны положительные результаты применения лучевой терапии у пациентов с неудачами БЦЖ терапии. В целом лучевая терапия при немощно-инвазивном раке мочевого пузыря применяется редко. Рандомизированных сравнительных исследований с другими методами лечения нет. 5. Самостоятельная лучевая терапия. Самостоятельная лучевая терапия рекомендуется пациентам с тяжелым соматическим статусом, которым не показано проведение радикальной цистектомии. Уровень убедительности рекомендаций ЦРУ и уровень достоверности доказательств 4. Пациентам с небольшим и менее 5 см солитарными образованиями рекомендуется проведение брахи-терапии для достижения ремессии. Уровень убедительности рекомендаций Б, уровень достоверности доказательств 3. Не рекомендуется использовать подведенную суммарную очаговую дозу при лучевой терапии менее 60 ГРЭЙ в связи с ее малоэффективностью. Уровень убедительности рекомендаций ЦРУ и уровень достоверности доказательств 4. В лучевой терапии могут быть подвергнуты пациенты с нормальной функцией мочевого пузыря и достаточной его емкостью. Режим дозирования соответственно разовая доза 2 ГРЭЙ 5 раз в неделю с суммарной очаговой дозой 60-66 ГРЭЙ непрерывным курсом. При этом, как правило, в начале в объем облучения включается весь таз. Мочевой пузырь и зона регионального метастазирования. Предоперационная лучевая терапия рекомендуется у пациентов в суммарной очаговой дозе в пределах 20-45 ГРЭЙ для снижения степени инвазии опухоли и предотвращения развития местного рецидива после хирургического вмешательства. Уровень убедительности рекомендаций А, уровень достоверности доказательств 4. В ряде проведенных исследований показано снижение числа местных рецидивов после предоперационной лучевой терапии. Однако в других исследованиях не отмечено ее влияние на выживаемость и частоту местного рецидивирования. Послеоперационная лучевая терапия рекомендуется при наличии местно распространенной опухоли ПТ3-4 и Р1 для профилактики рецидивирования. Уровень убедительности рекомендаций А, уровень достоверности доказательств 2. В завершении несколько слов о фотодинамической терапии. Фотодинамическая терапия рекомендуется как вариант второй линии противоопухолевой терапии у пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря при неэффективности предшествующего лечения. Уровень убедительности рекомендаций С, уровень достоверности доказательств 4. После внутривенного введения фотосенсибилизатора с помощью лазера проводят обработку слизистой мочевого пузыря. В ряде работ сообщается об уменьшении количества рецидивов после фотодинамической терапии. В настоящее время осуществляется отработка схемы накопления материала. Доза препаратов, сроки и режима лечения зависят от распространенности опухоли по слизистой оболочке мочевого пузыря, характера фотосенсибилизатора и доз лазерного излучения. Благодарю за внимание.